Девушки отдыхают В лейтинге шансов не было вообще, что мы собственно и увидели Я сколько смотрел последние игры как раз DC, что первый день самый, когда ихнюю группу комментировал, что и потом они очень часто заливают пик, очень часто заливают пик Потом очень трудно из этого положения выходить при залитном пике Тебе нужно идеально все исполнять своим кривым пиком, чтобы как-то и что-то показывать Ну вот пока что у нас есть в драфте интересного Есть Devour, который нынче пикался, но его забанили Так, из таких имба-героев нет ничего Ничего нет, да Так что можно... Джаггернаут, вот, Джаггернаут, да-да-да Джаггернаут и Шейкер, Слардар, Шейкер Вот, это два таких, ну, самых, наверное, хороших героев из этого пола было Что можно добирать? Добирать можно... Вот, Туз, который со мной посмотрим И есть... Ну, я не знаю, сейчас очень трудно что-то предсказать Может быть какой-то Слардар на Уфлайн? Слардар, да, но лучше, наверное, подождать с офлайнером, потому что у Уфлайнеров много Есть Слардар, есть Клок, есть то же самое с Инкинг, есть Братрум, есть Панда Так что с офлайнером лучше подождать Ну, вот, интересно, что Резолюшн, как мы знаем, очень круто играет на инвокере И команда DC сама его решила забанить Потому что у Ликвид был Ферроспик А, Фарта тоже круто играет на инвокере? Только, наверное, по этой причине, потому что ФВП у Ликвидов решили инвокера подбанить В каждой уважающей себя команде должен быть крутой инвокер Потому что сейчас такая мета, что без инвокера развиваться некуда В каждом паблике есть инвокер Ну да, на ФВП обычно мы можем заметить эти инвокеры, постоянно взлетают Ну, герой сильный, хоть его и пытались в последнем патче как-то фиксить Но до сих пор он в драфте Винд Рейнджер, кстати, герой, который в драфте мы видим не часто Особенно в обычных режимах каптанс мод И вот, появляется Верка Смотри, 14.37 очень любит Crystal Maiden Так, нет Ну нет, тут уже Силенсер, тут уже Crystal Back, это Шейкер Это всем этим героям, смотри, Силенсер, Керри Он может в мидл стать, Crystal Back Off-Lane, Джаггернаут Керри, Шейкер Суппорт и Ластпик для DC будет Crystal Maiden Ты прям так уверен, что 14.37 возьмет такую ЦМку Или Силенсер А может это Силенсер вообще, какой-нибудь Core Силенсер можно на мидл поставить Ну да, 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 да Crystal Back Off-Lane, Джаггернаут, Керри, ну это прям, я не знаю Как это все выйдет Силенсер потому что никто особо мешать жестко не будет Потому что Энигма будет в лесу стоять А второму Суппорту, который будет стоять на лёгкой линии с Матумбоменом Ему лучше оттуда не уходить, чтобы лисплэку спейс не давать Ну вот он и Слардар, это Виндрэнджер Мид получается Энигма Туск, два саппорта И тролль на Ластпике Вот оно как Да, хорошо Интересно очень драфт Ну давай Гейт, я Crystal Maiden буду спамить, спамить, спамить А ему больше некого пикать здесь Офф Ну или Силенсер, скорее всего, саппорт будет Потому что ему нужно что-то взять Потому что тролль, Слардар и Верка Они просто разорвут Да, там и Шекл, Фокус Вайер и... Ну да, да И... Бремастер Бремастер Для резолюшена Бремастера Бремастер Соломид Да Четыре семь будет играть на Силенсер Угу Скорее всего Ну... Я бы ему в руки Шейкера не давал Потому что он всё-таки... Ему лучше одну кнопку нажать Которая глобально по всей карте Афтершок на Левел 1 возьмёт, да, себе? На Шейкере Может, кстати, может спокойно взять Подходить Ну... Пока дожидаемся Чё-то Ликвидов никого нет Все отошли, видимо Потому что пик очень быстрый получился Да, они просто обдумывают Чтоб сразу бежать Кто там чё покупает Кто чего Как мы все пойдём Ну, в чужой лес, свой лес Чё защищать будем Какую урону забирать Это такое Нормально Пупей Пауза Ну, вот такой вот драфт получается Ну, вот бред Резолюшно Поглядим Что-то там 1437 Силансер Угу Ну, и Ауи на Шейке Понятно Все, Ликвиды начинают потихонечку распикиваться И... Готовы мы смотреть за доты Страна Радиант Ну давай, коль я с этого Силансера и начал То я пройду с ней Давай, 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 давай Диджитал Каус 1437 Силансер Ауи Шейкер Резоль будет стоять на Бримастере Евар Керри Шейкернаут И бульба Будет в оффлейне на Бристлпэке Ну, и Ликвиды Дайр Джеракс На Туске Фата На Виндрейнджер Матумбамбан на Тролле Майтконтрол на Свардаре И Куроку на Энигме Будут играть С золотыми руками С красивым Блэкхоллом Притом, как и в прямом, возможно, и в переносном смысле Будут красиво и в пятерых И с этим космосом Ну, в Куроку я верю Куроку может дать в пятерых Ну да Тем более, если здесь и будут подставляться Ну... Сам все, он хороший просто Есть-то Силансер, понимаешь, очень хороший Конечно, крутой герой И если будет Глобус Если он не попадет под действие Блэкхолла То он всегда может Блэкхолл этот Сбить А вообще, чем сбить Блэкхолл Не особо много скиллов То есть, по сути, Фиссура И... Глобал Так, это все Ну, там потенциальный какой-то ремастер Который будет в Прайма Сплите, да Ну... Ну... Матумба Майэнт, я должен видеть Бульбу Матумба Уходит Уходит Все, весь лес забанили Посмотрим на Энигму А там два центри Там два центри Десантри И сейчас вот это... За это я сейчас возьмет еще себе Экспу за это центри Красавчики, ребята А сейчас съезд крипа Съезд крипа На центре, да Не, на сложной линии На центре не надо есть Потом пойдет ману установит Пойдет заработает Вот здесь вот Экспу Угу Ну, а вообще, если себе лес блочит Можно то пойти, собственно, вообще в чужие леса фармить Там особо проблем не будет Пошел 1-4-3-7 Еще один спаун блочит Да Побежал, побежал, побежал Все заблочить Не дать Энигму Вообще спейс Спаун заблочен Энигму Вроде как Увидел фата Прокликал, да Там есть Энигмы Спаун заблочен, поэтому Энигмы здесь на минуте уже фармить будет Неужели ты думаешь успеет? Ну, бежит очень или на Кура В смысле, что успевать-то? Ну, он остановился Ну, он в центре поставит Если даже успевать не будет Станг из Хиста Станг Так Курок ура Доходит видеть, что они такие почки Главное, чтобы себя не заблочил спаун И вот они О, вот он опыт Вот он опыт Просто Оп И пол левела Соточка Пока в плюс Пока в плюс Вот это надо найти еще вардик Да, видишь, что тоже заблочены Ну, с этим посложнее будет Просто будешь сейчас фармить немножко Надо фармить Потом уже займется Да, он пойдет сразу вниз сюда вот Поймешь, что Дело нечистое Тот он прочекал Нету ничего Так, я рамку не убрал Ха-ха Бывает, бывает Извините, ребят Ну, благо минута только прошла Поэтому ничего страшного Так, а я поставил звук Доте А я тоже не поставил звук А, не поставил, ну врубай Врубай, врубай Отлично, я просто играл тут опять В промежуточке Партию Катал там нубов Извините, ребятки Ну, я думаю, за минуту времени Мы особо ничего не пропустили Я надеюсь, по крайней мере Ну, фрагов не было Никих моментов не было Не страшно Ладно, что у нас по линиям Резоль против Фаты На центре Брю 4 крепочка Да, против Фарки вообще сложно стоять Все-таки рэнш атаки огромный И бьет больно Но Резоль будет стараться На топ линии Табла Шейкер плюс Бристлбэк Против Триплы Тролль Тусик И бегают Кура Ну, Кура лесной Мы знаем, что Тенигмы, конечно, в лесу Выносит очень много денег Если будут Кура фармить То там и Блэкхолл Не заставить себя ждать Какая-то быстрая Мека Ну, и внизу Дабла я варп Плюс Сайлансер Против Соло Майдконтрола Который, кстати, ворует сейчас хасту Может, попытаться куда-то выйти Да-да, ему толку нету ходить Ему нужно нафармить Свой И пойти И пойти фармить Вот эту точку Как раз, когда он спадет здесь В минуте на четвертый Не, на четвертый Да, на четвертый успеет спасть уже В 3.59 он упадет Там в 3.56 Такой мой расчет На, не вру Вру, вру, вру В 3 25 упадет В 4.25 Показаны что Очень пассивно Уже на 3 минуты игры До сих пор Никаких даже выходов Потенциальных Я не вижу Никаких смоков Все стоят И тихонечко фармят Фармит Явар Фармит Матумба Бульба пытается Подфармить Вроде, мне тоже выходит И фармит себе Кура Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Да, все-все, ребята Убрали мы эту рамку Хватит спамить со всех сторон Да, да, у меня просто Твиттер уже весь В рамке В Твиттере В чате в стиме пишут вконтакте спамят благо я говорю у нас три минуты ноль фрагов вообще просто идет фарма на этапе ленинга вообще никаких даже потенциальных вариантов кого-то убить там кто брал да конечно но это слабо варизоль результать варизоль и шокол шоу от есть он хоть лишь первый лыж нумер лома настолько же очевидно было что он тебя сейчас убьет пятого уже виндрейнджер куда ты идешь со своим 3 по брат громко не понимание не плыви не плыви не плыви все нормально еще можно выравнивать ситуацию я я тут капитан остальные все якори никак вытянут куда-то пить конечно нельзя большие калшоты залетать это не сложно под пачку крипов ну и вот ферзблата для фаты притом один на один на ты мой контролл плюсе хорошо шоу не винвест успел забрать с лордар то мог стрелять вообще он сейчас все-таки солдата курса чуть-то не добила фласка и назад на линию ну главное что сейчас майн контролл получить хотя бы опыт взять себе ультимейт потому что фармить разумеется там очень сложно против его работе вообще слонсер герои опять же на ленинге крайне неприятный хотя пока играет без клинков тласт форд плюс эркен курс и все на тумба ловил 5 и на центре резолен надо быть аккуратнее да скоро появится ультимейт есть ракенхейс 2 клэп и 2 пассивочка facebook от тролля напомню что это также лузера проигравший покидает турнир бульбу поцепили товары пошли бульба 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 манны нету нажимает замедляет урон там еще же рак еще один спрейн верно бы и погиб ну да 4 так и весело очень есть наверное не погиб вы все-таки стиками есть но именно в тот демыш который оставался последний он мог не успеть поражать с как раз свои стики умерять с одного импульса вот эту майн-контрол майн-контрол далеко и не видно его не видно не видно девида девида ночь вордов нет ничего нету просто вплотную к нему и стоит смотри и ау я ау я видят майн-контрол а прекрасно он не видит он не видит вузы и в два нажиме нажми в два ау я видел на секунду появлялся вот здесь вот вот и в два дайся в два просто а он там и майн-контрол ну и все да тут уже никак ласт ворд и сурка ну да бьет ласт ворд даже перекрыли его а то бьет я вар почему-то решил покрутиться непонятно зачем сейчас 37 хорошо вышел зачекал его так бы мог там мог там очень долго стоять убивает лордара 12 так свитка ренте лана вижу у нас курицы сордора наверно давит майн-контрола ботин ботинок урок смог сейчас поштой уровень будет уходить мидал на товарищем бремастера но уберу муасе бремастер есть уже тима есть ультимейт но если даст опять же малифайс то потом разминать там сложно там сложно нажимать прямо сплит в малифайсе практически нереально в эти постоянно станет стан стан каждые 6 секунд суммарно шок не забываем тоже мешает дать хороший промо сплит мы ждем откро выход есть блоков есть левел 7 замачено уже малифайс можно подвыходить случилось подпушить с этими очень сильными долонами купается и хардрес к рецепт и чем mail а вы хорошо стоит там под прикрытым постоянно так что если жале будет выход все за станчик получит блоков пауэршота 170 кп уризоля еще бы немного не рассчитал и мог бы в таверну отвалиться фото замакшенным пауэршотом уже опять же в рк тоже герой сноубола даешь быстро огоним фото будет бегать шокол шотить фокус файрить и убивать каждый секунд по кулдауну фокус файра мы знаем что происходит персонажа при митр джеракс фокус файр на того только небольшой бай типом объем товара глиф 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 есть много тп ласт ворд будет ли есть last ford fissura фату бата просто бежать ребята раньше на anglic прожимать что это урни просаживаться на 2 3 хп это первую то вру его очень трудно как бы потом защищать там стоит но на половину его такие пробили а тумба по-прежнему фармит маска 50 крипов у enigma 53 крипа это топовые красоты и выход в смоках кура плюс джеракс вниз а там есть я вар очень крутой вариант убить есть духа есть был всегда и слоттера нет маны слоттера нет маливар хорошо читает это все но мне мне прочитает увидел крипов что идут они вниз от понял себе то есть сам крипов и загнал по товары очень хорош тайминг словил как раз или мы тут будет стоять там snowball врываешься с enigma да и даешь блоков просто не думая как раз лордар откроется мана на станцию 5 ман и у него сейчас накопила наступает день уже vision и там смог спадает потому не знает днем зайти ну хотя бежен то все равно это я вара по итогу в лесу вообще ночь день неважно под snowball крутится будет его очень трудно будет пробить я вар сам пошел видит что нет крипов понимать что кто-то здесь фармил и все данный был вынужден просто перейти в чужие леса и фармить здесь дальше принципе не велика потеря золь как же больно по то просто своими тычками крови 3 золи просто там три удары уже нет хп фактически пауэршот придачу 3 золи за этого как раз себе на 2 взял пассивку чтоб помиссовать да побольше мясов было и стал секлав пат макси а то говорит что-то в р к хр 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 бить у меня так сушки сотка тесто сколько 107 ну да резольте в инвизии приходят не смогу телепорта вниз но там еще и нигма выдвигается курорт сейчас резоль за чекает это все я должен был видеть чекать нет фото вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот это косяк да и товар стоит а фат сейчас вышку просто один заберет и пока честь и дойдут вышка упадет минус вышка косяк как ты сказал правильно даже без battle транса того же почему не нажать battle транс объясни я не знаю забрал его и battle транс во первых можно было нажать и во-вторых tower deny был ну можно просто то можно было даже focus firing давать дабы демыш не снижался не снижался и просто бить под battle трансом поначалу а потом уже ладно да в принципе надо было забирать немножко deny был остается это вообще обидно ведь но столько денег ты отдаешь не забираешь себе в карман и но в принципе это мы-то видим героев как они двигаются а он не видят и поэтому он не решил решил не рисковать пускай товар упадет за динай был на все но он упадет и мы space откроем ой авар крутит от жара все ходит сноу-бол и платюрит ребят если бы слышь а у покатился вообще на тролля поняшка все покатился но и вот и ласворд ласворд шокол шот водички попадает мать контрол пару ударов нет еще плевая и просто через краш через удар убивать сансера размер а пушат это выжил туск выжил но там не 200 как там 200 250 хп был сразу выходит и далоны бой и втроем а вы сейчас танчик то что делать на топе яма матуба мэн резоли выходит ракет закинул пошел мне слэш матуба слишком много урона платьюре и топоры не спасает мотубу нажимает на последней секунде battle транс просто накричал на резолюшн и погиб и моментальный выход на рошан понимаешь что внук героев пошли с наверх и просто отличная сейчас координация макроигра от ликвидов и просто только пошли сразу на рошана и ничего не мог с этим сделать здесь я просто ничего не мог сделать а вы может подойти только застаньте все всю эту бригаду халявно рошан да хорошо застреляет за товар 23 не так много фрагов как последние все карты к самым пассивным что ли дотам хотя пассивно за все сложно все таки какие то есть выходы через пятой минуты пошли убивать пора творцом джиггернаут упаде ну дальше идет роль enigma топ 3 4 400 золото на фармил кора просто красавчик мека сло ринг ботинок с энтритом покупал еще до этого ну и бремастер резолюшн только 5 хотя бы на творцом разница вообще 4 30 4 300 4 600 4 700 4 800 разница вообще нет фактически все находится на одной позиции плюс-минус очень дома тубы вышка должен собирать клип есть глиф не нажимаете сей вышка за атома маном а правда на топе 10 уже на тир 2 это вгрызают уверенно павершот как же больно пить павершот по резолю шокол шок есть по двоим но поти тут никто не поможет летит конечно с лордар но уже слишком поздно шокол шот закончился давно здрасте летели все могли бы спокойно пойти на титула tower снизу а то пары не попадает по 1 4 3 7 и просто начинает скилл сейчас нельзя взять на то да там будет действовать конкурс еще миллиард лет матумба бежать писсур есть по матумбе матумба без айгис создал айгис и кура но нет смысла просто нет смысла и витра еще не поднимает матумб по итогу будет минус и матумба бэдл фрэнс бакула есть бакула есть у кого они а куда а куда скилл еще они видят лайт фьюри буро шансов уроки шансов и шансов и все хорошо там буро подходил хотел касать бакула отлично резонежал промо сплит и все смысл уже не было автоматически просто не было смысла и минус 2 тролль был без айгиса айгис был для виндрэнджер и без маны только стики есть манга кстати манга есть телепорт также свяжи свяжи с этим берем а просто на километр рейдж до сих пор удивляется сколько сильные много я вар крутится я вар бежать фокус вар не добьет хоть и надо сначала было вязать пауэр шот а потом потом нажимать фокус файр нет сначала шекл потом сразу пауэршот а потом фокус файр сколько не хп осталось у него осталось 437 хп он потом включил бы хоскей просто догнал бы вот в этой области я тут в этой и добил бы но там строгой стороне если мы слышали вар мог нажать мангу мы слышно кастовать но и чего он убил бы 1100 хп тем более не первым лишь лишь 4 прыжка он за 4 прыжка столько это то есть 3 прыжка он за 3 прыжка столько тэм уже не нанесет 1121 что 10 майн контрол с даггером ну вот даггеры есть да и выход опять вниз опять вниз тогда ягд с фэнд рейджер теперь тут вся команда кроме кроку и бак холл надо бежать уроку смеку руку с бак холлом уроку на медиа команда снизу курочи сильно нужно пойти без него просто никак резоль резоль без телепорта бежит на топ но ему фото походу должен лететь сейчас резали вар вот резолюшн телепорта в куре да надо долго очень пинаетесь крипов вышка не получается таки отходят ликвиды на центре кура просто подпушивает сам с арканами смекой я думаю что купить скорее секуру гуардиан грифс попозже дабы сбиваться на себе сайленсера если там случае чего будет какой-то сайленс и да можно жать гуардиан грифс и дать блэк холл неожиданно так сайленсер должен до последнего наверно держать да чтоб именно до блэк холла шарды вау и хороших шарды перекрывает ауя 17 не дует ему уйти приход кентавр от доминатора тролля есть майт контрол со станом есть там также от кентавра от мотомбо мэна и минус прикольно было бы если бы это было вничайне кентавра он просто пришел бы заставил бы 437 там сюда бы дошел так случайно ну да мекка и вышку забирают да и си при этом ее не дефят она под как под господи она под этим бакдором а точно крипов то нет хотя бы батл транса может быть заберет матумба с фатой там на центре выход от джерекса но я воронью убить много телепорт вообще на центр дается за спину заходит майт контрол стан пау ю кура побежал кура побежала их а слэма тау ю татэма тау ю буро малифайс резоль прямо с улице таки кастует маконтрол минус погибать его раскручивается просто отсюда уходит снова непонятно совершенно пойти манты liquid ветра поднимает еще и нигму и нигма и нигма и живет ура отлично что-то фата себя спасает но урок уро-куро-куро-куро-куро-куро-куро погибать минус куро минус 3 размет в 0 что самое интересное 50 никого чего делали непонятно снова у варки айгис и она снова живет вообще не как это было странно инициация странно был врыв и куры до сих пор пока не может заказать свой блэк пол пока ни разу мы черную дыру от уроне увидели тропа ци айгис вот так вот такая вот интересная реализация эгиса от фаты заехала снова как-то ликвиды начинают неважно потом бы мы при этом играет примерно такую же доту как на прошлом карте просто фармит я же доминатор по машину то он фармит дальше дальше сейчас играет как пайкат просто фармит потом их один кто-то 15 может команда ставить опять же против сайлсов сначала сначала возьмем а потом уже какие-то артефакты типа мкб ну блин там к бичу ты за цели потому что все-таки там если при мастера и когда он будет не в лакенбаре миссии будет очень крутое против него играть который герой который рассчитан по сути только лишь на физ урон вот бегает волк рядом дает ауру и внизу иллюзия резолюшна подпушивают линию и рецепт дана сэнш сэнж яша почти что готова кура-кура 300 золота слой ринг мекка арканы пока ничего нового не появляется по натворцу трой топ-1 джиггернаут топ-2 джиггернаут персеверанс и я вар выходит в battle fury будет фармить дальше был бы у нее же ботовью рейс пристал собирать драм сколько там чуть-чуть оставалось буквально 400 голды допить драма делал такое решил на максимум успели играется ну или как решили запушить родину вышку для начала да все таки стоит она здесь до сих пор металоны фата аганим уже даже будет обыдать все смокер 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 много героев а у и без даггера а вы без даггер 47 надо забирать надо забирать надо отрезать сейчас фото отрежут а то отрезали и дает только что было давать скоро не может имитара подойти хослоем тотем по-то погибает там все время пытается резолюшно сгрызть ну такая себе цель для фокуса резолюша который имеет прямо сплит в итоге минус фата минус кура еще повезло что только два героя погибли они 4 или 5 даю совет такой когда вы какой-то пушите крайнюю грани товар никогда не стойте у того стенки против шейкер потому что всегда будет отрезающая фишура лететь стойте сюда либо по центру либо к правому краю где вас не заблочит не стойте под отрезающих сейчас так фото и встрял погиб огонь не долетел по итогу на резолюшно что пытается это фокусить фокусить или залежно просто нажимать ультимейт и все фокус на этом завершается 1300 blink влад мир с резоль топ-3 по на творцу летит к нему элементарно они наборик не к нему зачем им курьер а может быть это поинт бустер будет скорее всего тогда что очень будет покупать себе резоль поинт бустера есть окей потаялся магазин походу с прошлой игры пока опять же к резолюшу но нет никаких претензий очень круто отыгрывает для отраса в одессе у всех все получается без исключения ну то тут пик просто хорошие очень баланс на героев забрали шейкер и джиггернаута еще до пик или жир пациент сэра с этим очень трудно драться нужно формить ликвидом очень много чтобы с этим потом воевать у них пик тоже хороший ликвидов они потом сильнее станут чем дисси но на этой стадии нет слишком мощный брестал дэк слишком мощный джиггернаут слишком мощная панда со своим ультимейтом и слишком мощный сайллсер под глобал не дает драться вообще нужно блэкин бары нужно какие-то итемы на тролле но тролль метро хаммер уже бкб как понимаем в заявке есть батл транс просто очень сильно решает в летя очень сильно решает ты за пять секунд эти 180 смуф атак спида это очень жестко и blink есть на ауе хорошо зато минута с арканами телепорт блинг не самый худший тайминг 006 татау я не погибал только лишь осистил такой настоящий саппорт полезный саппорт и смоки какие-то есть как понимаю да смог сейчас ответный будет покупать от сайллсера и смог раз смогу рождем что возможно что-то но куры без блинка мы сложится инициировать сложно нормально прыгнуть ой-ой-ой-ой-ой-ой куда пошли ребятишка не туда поставили в арт и так же бать на его на фото один в один просто ситуация хорошо есть есть раша и страшно сейчас можно выйти на рашану спокойно писи и да не так его быстро убьют как хотелось бы как у него бы команда ликвид вот его быстро убьют его рву надо его идиот не только купили только первые пирты вот это самое интересное плеваться надо чем были бы просто нервы армор рашану ликвид ничего не подозревает ликвиды не знают они что-то ищут что-то пытается гонгать и все да минус раш и видят видят где находится сейчас ликвид а ликвиду 7 ну и не факт что минус опять же бьют довольно долго секунд 15 прошло но был бы здесь какой-то кура пауэршот есть видишь тарашан очень сильно побитый и резоль прыжок лэп никуда шеклэшот мимо малевать может быть стоит прокинуть блэк холл даже надо у резоля не кастуется блэк холл можем попытаться можем дать хоть какой-то блэк холл хоть куда-то чем не давать вообще никуда итоге идет бремастер на джеракс а джеракс больно джеракс шеклэшот значит за толку блэк холл давать пока есть глобал антизам да там у тебя моментально собьет его согласен забыл совсем глобал таки убивает просто тузка забирает аэгис команда дисси и я варса у я как шардами что-лик дали крыты очень сейчас опасно мне нечем даже останавливать я не знаю где был флордар почему он не прыгнул на на панду ну да где он находился связали его потом в ту энигму заставила с лордара не было рядом если бы он напрыгнул бы на панду его моментально стерли резоль почти сиганим там стоит буквально 1000 золота на фармить меньшую часть тролль 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 игрок лапки трилл хаммер но и боковой через три тысячи триста золота будет его сейчас очень круто будет насчет догонять тролля потому что появился нету бояры да да сейчас будет просто подформируйте все 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 так что у нас вообще поэтому так товарищи нигма и нигму 1800 денег посмотрим курьер курение ничего нету вин рейджер аганим 1300 денег таск мана ботинки сладо дагер выхода бкб тролль почти готовы бкб остается буквально 800 галты так модели 7 мекка с инженершного судаке очень круто джаггерноват батлфюрик раз только подсобрал одну плюс барабанщики есть шейкер мы уже говорили там пару минут назад что вы как раз на этот дагер накопил не умирал все тоже хорошо делает бремастер тоже аганимчик выход будет и товарищ сенсор есть виталити бустер это будет выход в город фотос наверное что можно еще собрать из виталити бустер полезного да и кстати смотри 1.37 наворвал 14 пинты не так уж мало для саппорта сенсера чтобы стать бойцом ему надо артефактов но больше ну да да но опять же саппорт ему мы даже не одного глобала не видели не было коллов не глобалов фишка фишка в том что есть 14 мт но у него нету глобов а ну да то есть это ты посвятить толку то немного по итогу но такой настоящий саппорт именно прокачивающий скиллы до качает арканы качает last ward все качает забирает на наверху tower и вар чем выход будет я думаю в какой-то монтус стайл может трейф от мать контролла ботал транс но сенсора убить не получать слишком много тп на мидл мать контролла накажут фиссурка попадает и просто три телепорта резоль клэп удар 1 удар 2 удар 3 критулечка от резоля а минус а че сейчас было от мать контролла он ворвался под тир 2 tower но попытался быстро убить сенсора убежал ботал трансом но телепорты телепорты неожиданно если бы у него баш был уровня 3 я поверил в этом но у него баш первого уровня поэтому я не верю слишком шансов было мало сам сороди тоники но как как тоники им есть мы же квент и vitality booster сказать что он тоники тоже нельзя да нет такой сенсор трудно пробить сортером один слой а потом думали что на батл транс поможет шанс на баш увеличить но это баш 10 процентов круто да 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 и свеку из 3 батл транс был 20 процентов я поверил с десятью процентами не верю тем более когда эти проценты под за фикшен и под псевдо псевдо рандом 2 блинка джиггер на плюс виндрэйнджер варка стандарт это билд аганим блин сейчас есть да сейчас какой-то будет дамыш этом но скорее все это будет дайдлс но может быть все таки мкб или же там ремастер только поэтому все таки это дракон хейса это пассивка но при вас обычно не кидает и дракон хейса ему нужно будет гонуться дать ультима то есть но он тоже согани вам не забывает уровне слушаешь урок 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 ура минус не успел спрятать его сломал а сейчас еще тут тоже погибнет по итогу на наружении просто на пустом месте пытается по команду быть временем пушит об просто и на центре тоже самое делать фото то есть девушки разве на двух героев коматом потом допущал все топ дома топошился а вы все-таки очень круто все делает. А вот здесь вообще красавчик. 0-0-9 стата. Просто ни одного кила, ни одной смерти, просто одни ассисты. 4-4. DC впереди. Что там у нас по графикам? Ничего критичного, как ни странно. И даже до поры до времени DC проигрывали, позвал то, что самое интересное. Но Явар, я думаю, Явар влияет на то, что он фармит сейчас очень много. Да, мы там выравнивали эту ситуацию. Выравнивал до поры до времени эту ситуацию. Сейчас уже не выдерживает натиск Явара, который с Battlefield. Да, DC хотят все-таки взять реванш. За злополучную свою первую карту. Тропы цаидис у DC. До сих пор ни одного блокхола. Что-то у нас были с дуэлями, проблемы. Теперь с блокхолом, ладно, глобал, но 0 блокхолов от Кроки. Кажется. Интересно, мне статистику скинули за первую карту. Смотрю. Так, 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 так. Так, так, нет, статистику никто не скинул. Да, ну... Я думаю, что такой статистике честно. Я вообще не верю, что в Компенсив Доте там премиум уровня такие моменты были. Хотя, кто знает. И Ликвид и Кура говорит, хочу кастовать блокхол. Пойдемте в смоках. Там Бульба. Пата. Брейв, шоколшот. Но Бульба такая себе цель. Попробуйте его убить. Ну и Бульбу, Глобал. Окей, Глобал потрачен. Убили Бристалл Бэка. Сейчас Кура говорит, надо ворваться 100%. Все, они ничем не собьют. Ади, 37, успеет ли... Не успевает улететь. Сайлансер, это фидгеймер, как команда DC. Просто два героя погибают. Для Бристалла Сайлансера. Даблкил для Матуба Мэна. Я не пойду сейчас давить дальше. Потому что Байбеков нет. Они могут на Рампу заходить, они зайдут. Всегда надо быть в байбеке, всегда надо чекать. Не Глобала, не Байбеков. Про байбеки, может, они не знают, а вот про Глобал, да. Я не знаю, почему они не хотят заходить на Рошана. На Рошана нету. Че-то там кликаешь, Фат. Тайминг должен быть на Рошана. Ну да. Не хотят чекать даже эти байбеки, боятся, что им в ответку сейчас закомбетчат. Они сейчас очень хорошо выровняли ситуацию на карте. Решили просто улететь. Фата даже дабл дамэдж, а рун не активировал. Да не надо, надо. Надо было просто поэт. Он ее только что забрал снизу. Да-да-да, я и думаю, что так не могло быть. Ну и Кура бегает дальше. Фармите себе Огрклаб и будет Блэкенберг, который, кстати, не то что будет, он уже почти есть. Все равно надо ждать будет Блэкхолла. Ну да, толку от БКБН, все равно там Сайленс. Либо ты фокусируешь Сайленсера и кастуешь Блэкхолл по всем, либо Сайленсер стоит. У меня был раньше коврик с таким чуваком, как китайский парень, у него ник был Инсенс. Я не помню, в какой команде он играл уже, что-то так давно было. Ну, короче, когда его команда шла атаковать рампу, да, вот в 4-ом они заходили против 5-ых, он стоял вот здесь. На Сайленсере, потому что против них была Энигма. И когда он видел Энигму, вот отсюда давал клумбов. Так, совсем внизу у нас файт, вот он Блэкхолл по двоим, Ауи резолюшн. И хаслэм от Ауи, и Ауи живой, и резолюшн тоже живой, что самое любопытное. И Куро, 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 Минус. Как же Ауи успел прокастовать свою хаслэм, ну просто чудо, Ауи. Бата пытается убежать, там Писсура опять же кончиком касается по пати. Я не знаю, почему Тупо Менеджерс не хотел тратских армейр. Вот сейчас всех буду подрезать. Ну Ауи, ой, ой, ой. Ауя, ауя, ауи. Просто Эхо Слэм. Эхо Слэм, там Эхо Слэм отдал вот эту вот секунду на Праймал Сплит. Эхо? На Примастер был на ХП-50, все. 0-12, Евар, Евар, Евар. 0-12, и Евар. Там два дегера, два дегера, два дегера. И Халамбартик, там подхил он на развороте, может еще прийти убить при желании. Да, не видит, не видит друг друга, куда он делся, ночью, в темноте, ничего не видно. Да не, он с тролля никогда в жизни не убьет, ты че? Ну, под дом не слэшем, может быть. Ну, тролля есть? Тролля, третий. Не, не, он-то не убьет тоже под третьим не слэшем. Сколько, 1700 хп? Ну, там у них ловы было конкретно. Не, убьет, 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 скорее всего. Тролль, просто если тролль один раз ударит, один раз ударит, он потом не отпустит его. Ну да, там. Он под Аджором просто. Угу. На центре, Матумба. Фактически без мановисть. И DC на топе. Мы видели, Джеракс, но подцепить его просто не успели. Джеракс очень бедный, 300 денег, всего лишь на фармил. Стал себя, правда, не на много богаче, 3300. Ну, дальше идет Шейкер, 6000 саппортов. Энигма, 9000. Так, что собирать Резолин? Брейв. На Эвара, вот они баши, БКБ, шаклшот. Просто от крепочка идеальный. И минус. Он просто стоял на месте и не двигался. Да, да, весь файт. Ну и уйти, и все. Ну, в принципе, вот так же с ним и там должно было произойти. Фата, до конца. Есть шаклшот, там руна инвиза для Резоля. Резоль ее забирает. Фата. Шаклшот мимо. И Резоль просто отсюда даже не кастует руну инвиза. Вот, кастовал сейчас. И приход Бульба говорит, опа, кто-то здесь воевал. А, это ты. Ну и Фата. Фата пока живой. Сноу-волл. Праймасклит, пожалуй, премастера. Фата пытается выйти. Булыжник все-таки поймал. В небеса Энигму поднимает. Минус на Виндранжер есть. Энигму все летает и летает. Эхо, слэм от Ауи. Снова замечательный по-двоей. Минус Матумба. Минус Джеракс. Как же круто играет Ауи. Он тот как тот. 0-0-15, Ауи. Просто 0-0-15. Он везде, он везде сущий. Как думаешь, что Фраг сделает до конца игры? Естественно, хотелось бы хоть один. Хотя может быть, может так и красивее смотрится. 0-0-15. Агент. Агент 0-0-15? 0-0-15. Неплохой агент. Улучшенная версия. Главдл этот. Шатублейд все фармит. Ну и в шейкере, чтобы уходить спокойно из драка. Ну и не только уходить, еще и врываться можно. Неожиданно, опять же, с лотаром, когда там блин твой ожидает условно. И ликвиды проигрывают, опять же, совсем немного. Я ликвидов не вижу нормальную драку. Вообще, вообще ни разу, да. У них постоянно кого-то нет. В этот раз лордара не было. Там потом не было внизу тролля, когда они ворвались. Знаю, 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 что драша не сикил. Сикил, сикил где-то тролля нет. Без тролля нельзя драться. Блокл есть, но нет блинка у Кура. Только БКВ. И БКВ в кулдауне, и так, Куро, 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 Куро. Ну как же блинк хотелось. И может зайти поле, но в поле четвертый кидать ворочить надо. Они под полем сейчас кляют, но там хил, хил ответный. Там хил ответный. И просто не продамажит вообще Явара никак. Повершот, Блэйд Фьюри, Кура выходит, врывается. Резали уши, шеклэшот мимо. Матуба прыгает. А их все-таки не забирают, он не злэш от Жаггернаута. Батл Фьюри, с Батл Фьюри. Ой, как же больно. Явар убивает Глордара. Гульба живет. Гульба просто спиной, просто спиной, просто спиной. Правосплинт пошел. И Куро не знает, что ему делать. Он стоит под глобалом. Куро, 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 Куро. Вот сейчас можно. Куро, Фиссуру поймал. И Питра поднимают. Матуба минус. 14-7 до конца не каст. Куро, ты бал. Не, 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 не. Какая же бесполезная Энигба. Какая же бесполезная Энигба. А мы-то Куро восхваляли, думали, сейчас Куро будет Блэкпола кастовать. Он не может, он не может их кастовать чисто. Ну вот, купил бы КБ, нет блинка. Мне просто не хватает. Вот если бы он был блинк, он же ведь прыгнул бы. Но команда действительно знала, что нет блинка. Он прыгнул бы, но Сайлзер здесь стоит. Сайлзер стоит здесь. Он кнопку одну нажмет и все. Ну а БКБ ведь, а что, помогает БКБ от этого Сайлзерса? Тоже вопрос. В смысле? Помогает. Не помогает, нет. Пайер БКБ кладется. Не обвиняйте Куро, он хороший игрок. Просто он реально не может кастовать эту Блэкхоу. Слушай. С таким пиком противника никак. Да, Сайлзер ждет еще. Он не кастует драки просто так Блэкхол. Он ждет Блэкхолла. Ой, Сайлзер не кастует. Он ждет Блэкхолла до последнего. В итоге патает. А он же драку может перейдет. Ну нет еще никба 10 мунта. И глифа нет, так что забирает здесь милишный брак. 100% сейчас я в армисе с Резолем. Никак здесь стейпить не будут, ликвиды. Ну 1-1 здесь. Так, подпахивает уже. Ну да. Все идет к тому, что сейчас сравняю отчет DC. Потому что 25-8 и по графикам наконец-таки вырываются в DC. В огромный отрыв. Ну, даже не знаю, кого обвинить. То, что нет какой-то симфонии. Команда Ликвид не играет, а не в Питером играет по одному. Как будто знаешь, в пабе реально пришли ребятки. И на первой карте было абсолютно то же самое. Они начало выиграли. Ну, не то, что начало выиграли. DC сами это начало проиграли. Потом ликвиды нафидели. По одному опять нафидели. И потом один. Матумбе Мэн один. Выиграл игру. Так же было по одному. И здесь они по одному играют. А вот здесь тролль немножко не тот герой, который может один прям выиграть. Да, он силен. Тролль раскатить легко. Там герои еще, тем более, такие, которые могут раскатить. Там встанут, встанут много. Хвата, 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 бежать. Там еще и Куро прыгает. Явар и Фисурка по двоим. Яхаслэм от Ауи. Есть Шоклшот. В этот раз хороший. Майн-контролл отличный. Глобал просто Майн-контролл прыгал. Блэкхолл все-таки на Куро есть. Куро. Он дождался. Он дождался. Он дождался. Ауи может быть и убьют. Ауи все еще живой. В итоге минус Куро. Блэкхолл хороший. Майн-контролл. Где Матумба? Где весь файт бегает Матумба? Матумба вообще файти не было. Ауи умер. Ауи окей. Спортили ему станту. Зачем ты делаешь это? Майн-контролл. Для чего? Не знаю, на чем он умрет. Майн-контролл. Просто от одного. Считай. Сайленсера. Станчик. Вот там Блэкхюри. Зачем он нажал глобал? Нажал глобал, потому что врывался Майн-контролл. И нажимал свой стан. Он просто стан сбил, считай. Потому что там брык был очень хороший. Только по этой причине. Ну, неважно. В итоге флагхолл-то был. Но убили одного шейкера. Заход на вторую сторону. Снова хороший шекл по двоим. И по Эвару, и по резолюси. Но Блэкхюр пошел. Матумба БКБ нажал. Резолюси уже пытается вкрызаться. Резол через 20 секунд прайм сплит. Убопайте в этом не будет. Я умни-слэш по крипочкам. Крипочкам по иллюзиям. Бульба шкрылшот мимо. Бульба очень трудно уже пробить. У тебя просто дождаться. Дождаться прайм сплит. 10 секунд остается. До прайм сплита можно будет заходить с ним. Там не прайм сплит. Надо дождаться. Надо дождаться. Он мне слэш, а его нет. Там и есть Айгес с другой стороны. Ну, есть Айгес, да. Но лучше подождать чуть. 30 секунд. У меня слэш. У тебя будет Аймни слэш и Айгес. Тогда будет вообще шикарно. 3 800, кстати. У Джиггернаута имеется. Да. Так, что можно собрать? Собрать можно... Так, тролль пошел у нас с МП Дейдаллас. Можно собрать Батерфляй. Батерфляй, да. То есть башера здесь особо не надо. Так дизайбл хватает. Батерфляй взял. Все, тебя не пробивают точно. Хотя в Аркаде Манейдж, я думаю, все это будет. Это МКБ. Надо МКБ здесь. МКБшку надо, да, тоже. В Аркаде можно пробивать. И что у нас уже получается? Нет, центр-то стоит. Топ рейнджбраг стоит. На Айгесе Айвара есть. Омни слэш появляется также. Все ультимейты, кроме глобала... Да на мидл просто стенитесь, на мидл и начните мидл ломать. Идет Бульба, Резоль ворвался. Пивков Джерекса, снова болт, снова шиклшот неудачный. Омни слэш по пати, фата еле живой, все-таки убегает на базу. И вар далеко. Ну, Баракин отбить, Таур, Баракин. Прямо слит. Ну, Джерекс пока бегивает, тут просто Резоль ужин. Там Резоль, там Резоль. Нимать контрол, нажимает ВКБ, хастайм и войдет, Кура выходит. А Кура нет, Блокпола. И вот он глобал. И вот он глобал, Матумба ворвался, 1-4-3-7 больно, 1-4-3-7 может погибнуть. Минус Сайлансер, ставится Пупи и пауза от команды Ликвид. Такая пауза, при этом, смотри, Матумба тут воюет. Я не знаю, реально ли он вылетел, а был он АФК сейчас последние секунды 3. Вот это пауза. Вот это пауза. Потому что фай тут еще только... И такие, смотри, моменты, и тут смотри, как Бульба круто плюется просто по всем. И здесь красный Матумба Мэн, красно-желтый. Так, ну что, Кура без Блокпола еще очень долго. Явар с Аигисом до сих пор, Матумбу здесь, скорее всего, просто сейчас догрызут. БКБ заканчивается, закинуть него Дранкенхейз. Матумба больше ничего не сделает вообще. Ну, фото, фото, шоколшок через 3 секунды. Бульбу вообще отпустить стоит. Матумба, которого можно сюда вот пойти просто. Фото есть вот сюда выдвинуться. Бульбу забить. Пойти бить Ауэризор. Как думаешь? Пауза вообще интересная, может прям обсудить. Так, 2 ликвидов и 1 Бульба. У фото не включен еще ульта. Если сейчас минус армор накинуть на Бристиллбека, его фото должен растирать, ну, не быстро, дэмиджа не особо много, но довольно быстро. Ну, там погибнет Матумба тогда. Мы сейчас узнаем. Матумба переподключается. Матумба БКБ нет, опять же, сейчас она закончится и все. Матумба погибнет и так и так. Да, да, да. Ну, может быть, все-таки, если сейчас какой-то шоклэшот от Фото Буч через 30 секунд, Боризоли, Пауи. Там Ауи должен выник макуствовать. Фото, да, Фото побежал. И Матумба. Мерус Матумба, да. Есть шоклэшот, только лишь Боризоли не попадает. Фото никуда убивает. Таки здесь Шейкера. Нету трех байбеков. Нету троля, нету Сватмера. Аеги сдропнулся, но Явар пулловый. Боризоли пулловый, Бульбу пулловый. И падает нижняя сторона, сразу выдвигается на Медл Бульба. На топе уже бараки пали от крипов. Ну и, по-моему, это у них крипы, по-моему, это 2-гейм. Ликвидом нечем дефицитики. Да. У них нет никого сплоша. 1-1. Браво, DC. Браво, Резоль. Резоль красавчик. Год лайк. Играет Резоль на 10-1-12 счет. Внимание, это просто невероятная игда. Прома старается. У меня сейчас надо показать всем максимально круто, разумеется. Явар получается с резолюшном. Жекл, Блэкхолл по двоим, пошел. Глобул, а не да и в таверне Сайленсер, минус Евар. Резоль пока живой. Резоль промоскли в фулдауне. И Бульба просто под спреем, там висит по 5-6 стаков. Пат, байбэк, минус Кура. Есть байбэк, 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 байбэк. Но толку от этого 0. И, гудгейм. Прописывают Ликвид, 1-1. DC, сравнивают счет, опять же Браво. И Ауи, не без него, 0-2-21. Все-таки не убил Николана. Ну, не убил, не убил ни одного килла, ни ассиста. Красавчик. Ауи, да все команды все отыграли, круто. Ботл положите, Танис, он говорит, не будем. Нам ваш ботл не надо. Да. Так, ну и тогда ждем третью карту, последнюю карту на сегодня. Думаю, 5, ну максимум 10 минут мы дождемся и будем смотреть за решающие видео. Да, ладно, уходите.